Окей. Итак, мы продолжаем. У нас десятая мишна шестого ПРК «Трактата Нодарим», и мы продолжаем обсуждать вопросы, связанные с тем, что люди в состоянии порыва какой-то страсти, обиды или чего-то, да, говорят какие-то слова. Да, и мы знаем, что Тора очень серьезно относится ко всему, что выходит из уст человека, и это недр, и недр нужно соблюдать. Для того, чтобы недр соблюсти, нужно понять, что человек подразумевал под своими словами. Люди говорят одно, а потом, нет, я имел в виду не это, я там сказал огурцы, но имел в виду только определенные огурцы, а не все, и так далее. Надо понять, только соленые, да, а на самом деле, то есть надо понять конкретно, что человек, что люди подразумевают в этой местности, да, под таким-то выражением. Например, да, в прошлый раз мы учили, Итак, мы в прошлый раз разбирали с вами, я надеюсь, я правильно мечтал, да, выбрал, мы какую мечту в прошлый раз учили? Мы в прошлый раз учили по поводу винограда, то, что был сорт винограда, который используется для уксуса. Да, 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 все правильно, все правильно, я не пропустил ничего, что боюсь пропустить какую-нибудь мечту. Нет, мы точно учили прошлую мечту, поэтому уверен. Итак, наша мечта будет говорить, что иногда человек говорит какую-то вещь, и вроде бы мы говорим, нет, вот это вот мед, когда человек говорит, я больше не буду есть мед, обычно люди имеют в виду мед пчелиный. И поэтому он сможет есть мед финиковый, но потому что финиковый мед – это не пчелиный мед, разные виды. А сегодня мы будем говорить, что иногда, когда человек говорит какой-то общий термин, он, да, включит какой-то отдельный вид, потому что этот общий термин настолько сильный, что он включает даже под виды. Например, «мина керуву» – человек, который зарегся от капусты. «Керув», насколько я знаю, это капуста. «Асур би испаргос» – такому человеку будет запрещена испаргос. «Шебихла на круфу» – испаргос, я понимаю, тоже какая-то сладкая капуста, что ли? А, это брокколи? Брокколи, да, капуста тоже. А, вот видите, да, вот, пожалуйста, испаргос. Да, то есть, несмотря на то, как бы люди все это называют вместе, «а валяну дермина испаргос», но человек, который говорит испаргос, то конкретно брокколи, например, «мутарбекруф», он сможет есть капусту, потому что раз он так уже прямо сказал брокколи, он не имел в виду, наверное, капусту, он имел в виду именно брокколи. Я думаю, что испаргос – это брокколи, но какой-то вид капусты. А есть, который объясняет, что испаргос – это вода, в которой была вымочена капуста, разные из понимания, но останемся с тем, что мы вот сказали. «А ну дермина грисим» – человек, который зарекся от зерен полинше нихтэшу лэхацойн. Да, разрезанные на две части зерновые. «Асурмина микпа». Ему будет запрещена микпа. «Асурло литомбоатавшильшелэгрисим». Ему нельзя будет пробовать кашу из них приготовленную. Кашу. «А, ну это же каша, это же я зерна именно не хотел есть». Не-не, каша из них тоже попадает под это. «Раби йоси матира». «Раби йоси разрешает лэфиша отавшильник рамак пэшр грисим». Потому что, если ты сделаешь из них кашу, это называется уже перловка. Это перловая каша, например. То есть, это уже как бы все-таки больше каши, другое что-то. «Веллогрисин». Это не называется грисин – зерна перловки. Это называется перловая каша. «Кефишинадар инках мутарбэмакпа». А так как он сказал именно зерна, он сможет есть кашу из этих зерен. Это мнение Раби йоси. «Минамикпа», но если он зарекся от каши перловки, «мутарбэгрисин», ему точно можно есть сами зерна. Человек, когда говорит кашу, он имеет конкретно в виду кашу, он не любит кашу, а зерна он может и погрызть, как семечки. По всем мнениям. «Причем это шелонадар минагрисин, элэмзин мэншин». «Минамикпа сурбэшум» Человек зарекся от каши, запрещен ему чеснок, шайунотний бэмакпа, который обязательно добавляли в кашу. Раби йоси же разрешает шелонасаралав бэнэдр элээто макпеп. Нет, потому что он в Недре упомянул только само это тавшиль блюдо. Кашу вэлэо это шум, но не его ингредиенты. В частности, постоянно добавляемый ингредиент – чеснок. «Минашум», но если человек зарекся от чеснока, Давайте одну секундочку, просто чтобы быть уверенными, что мы правильно понимаем. Чечевица. Я просто не совсем себе представляю, да, это чечевица, но человек, который зарекся от чечевицы, ему будет запрещена ашишин, это шелуха чечевицы, это то, что оставляет чечевица. Видимо, она тоже как-то съедобная или из нее тоже что-то делают, я просто не уверен, я не помню, как выглядит чечевица, имеется в виду ее части. Но идея в чем? Человек, который зарекся от самой чечевицы, ему нельзя будет есть даже ее какие-то придатки. Рабьеси разрешает, потому что, по его мнению, что они не являются частью адашим. Человек имел в виду то, что сказал. Рабьеси, обратите внимание, мы всегда цепляемся не за слова, а за то, что люди вкладывают в слова. То есть, есть большая разница между тем, что сами слова означают, и тем, что люди в слова вкладывают. Поэтому Рабьеси разрешает. Человек, наоборот, зарекся от шелухи чечевицы. Мутар бадашим, ему точно можно саму чечевицу. Он, видимо, просто не любит эту шелуху, не подавился ей, но саму чечевицу он будет есть. Если человек говорит двойной, дублирует свой язык. Он говорит, пшено пшеничное не буду больше пробовать. То есть, и мука, и тесто, и хлеб, и прочее, и прочее. То есть, если ты хочешь заречься только от пшена сырого, нужно сказать пшеничные зернышки. А если ты сказал пшено пшеница, задвоил, на русском тяжело перевести, хита хитим, ты, наверное, имел в виду все, что производится из пшеницы. Все с глютеном. То есть, тебе все нельзя будет есть. Также написано. Если человек сказал, что зерна зерновые есть, я пробовать не буду. Тоже он запретил себе все виды зерен, как сыром виде, так и вареные, каши, все. Раби Игуда же говорит. Если человек говорит, вот я отдаю зарок, что ни зерна, ни пшена пробовать больше не буду. Такой формулировкой. Ему разрешено будет есть их в сыром виде. Да, потому что он именно так сформулировал. Тут он как бы подчеркнул, что он говорит именно про пшеничную колос. Да, на самом деле, да, объясняют здесь, что Раби Иосиф, последняя, Взравь Иуда по своему последнему выражению не спорит с Танакамой. Он просто объясняет, что если человек в единственном числе сказал от зерна или от пшена, то он имел в виду только изделия мучные, то есть хлеб или муку, но сами зернышки он как раз-таки есть сможет. Вот, да, потому что так выражаются люди. И еще одна мишна. О, это новая мишна, новый пэрэк. Поздравляю, мы с вами закончили шестой один из сложнейших пэрэков. Ну, давайте попробуем, начнем буквально, да, следующий мишна. Наша мишна занимается тоже различными выражениями, когда люди говорят в сердцах и дают обет и обещания. Смысл которых может быть понят тем, как слова эти понял посланник от своего, от того, кто его, да, направил на какое-то дело. Например, человек говорит своему посланнику. Кнели ерек, а ну-ка иди купи мне овощ. Так пошел человек, нашел то, что подпадает под понятие ерек. И получается, он сам на свое усмотрение берет ему то, что он читает, полезно будет для его хозяина, для того, кто его там, не знаю, направил. Потому что он говорит, ну, да, он же попросил меня овощ, я же купил ему овощ. Вот, на здоровье. То же самое, наоборот, им ло маца шлех, если шлех не найдет какой-то вид овоща, а купит что-то совсем из другого вида, например, купит бобовые или зерновые. Тут как бы человек сам поймет, что он уже не будет это приносить своему хозяину, потому что для него очевидно, что в этот раз, если он купит эту вещь, это точно не то, что просил хозяин. Но если человек наткнется на какую-то вещь, и он точно сомневается, а хозяин как бы подразумевал, он будет рад. Вот я нашел антрешок, как называется, артишок. Это что вообще? То есть как бы он будет доволен, если я ему это куплю или нет? Это подпадает под то, что он меня просил или нет? Нашел такие длинные листья, которые вроде бы как бы и плод. Это что, тыква, что ли? И вроде бы как бы и овощ. И оно вообще в втором виде не кушается, как остальные овощи. Его надо готовить, варить. И тогда он точно бы вернулся и переспросил, узнал бы у того, кто его послал, что конкретно он имел в виду. Так вот, наша Мишна занимается как раз таки формулировками таких видов недеров. То есть, итак, почему мы сейчас все это привели? То есть человек выразился как-то, он дал какой-то обет, обещание. Мы должны поставить себя в ситуацию, например, если бы он что-то подобное сказал другому человеку, иди, купи мне, и вот так бы выразился. Тот человек смог бы на своем разумении пойти и сделать то, что ему сказали? Или бы он вернулся переспросить? Это очень важный момент. Если человек выражается настолько двусмысленно, что если бы он дал это какое-то задание своему слуге, тот бы остался в ступоре, он бы его переспросил. Я не понял, вы можете объяснить мне конкретно, что вы имеете в виду? Это будет иметь влияние на закон, на Аллаху. А если тот бы разобрался, что от него хотят, и мог бы спокойно купить, зная, что его не поругает хозяин, значит, все, ты должен этот недородержать. Это то, что люди бы поняли, когда ты такое говоришь. Мы должны же как-то разобраться, что было в голове у человека, когда он что-то сказал. Так вот, говорит Мишна, человек залегся от овоща. Все, говорит, овощей больше есть не буду. Ему разрешается кушать лад. Мы сказали, это вот репка тыква. Потому что они не подпадают под общее определение овоща, того, что люди подразумевают под словом овощ. А Раби Акива же запрещает этот длуим. Аля нудер минаерек. Даже, да, аля нудер минаерек. Давайте посмотрим, что такое длуим. Секундочку. Тыквы. Я правильно перевел. Отлично. Этот луим. Аля нудер минаерек. Багимарам и варгимаре. Объясняется, что мы дубар мы мишнатену бэхон шамар. Что ситуация была такая, говорит Гимара. Куна мала ерек. А мид башель бэгдейра. Вот я запрещаю на себя любой овощ, приготовленный в кастрюле. То есть в тепловой оборотке в воде. Вареный овощ. Багимарам и варгимар. Поэтому Раби Акива считает, что бэхлан лидро. Афьеракот шейнам не халим хаим кгон длуим. Поэтому Раби Акива говорит, слушай, тогда тыква не является исключением. Тыкву тоже нельзя есть в сыром виде. Ее варят. Но речь здесь была именно про то, как человек зарекся от любых вареных овощей. А если так, то тыква тоже под это подпадает. Но если человек реально сказал в сыром виде, то есть то, что съедобно ерек, обычно подразумевается то, что съедобно в сыром виде. Тогда те овощи, которые в сыром виде не съедобны, они выпадают из его недера. Ему можно будет их есть. Амрулу Раби Акива, ну ответили ему Танакама, который с ним спорит, ответил Раби Акиве. Они спорят с ним и говорят. Но как же, говорит Раби Акива, разве представь, если человек послал бы своего слугу и сказал, иди купи мне овощ, а разве не сказал бы ему слуга, вот я пришел спросить тебя, я просто не нашел овощ, а нашел только тыкву. Отсюда что видно? Что человек, который был послан купить овощи, не найдя овощи, найдя только тыкву, он ее не купит. Он вернется к хозяину и скажет ему об этом. Почему? Да, потому что он переживает. Он сейчас купит, он не уверен в этом. Он уже, это слишком далеко. Он придет с тыквой, ему хозяин, да, истоном. Ну, мало ли что может случиться. И тогда он лучше переспросит. То есть, видишь, Раби Акива, люди, как бы это тебе не то же самое. Сказал им Раби Акива. Кенедавар. Да, я с вами согласен. Действительно. Шершенок, действительно. Человек посланный, да, за овощами, не купит тыкву без того, чтобы спросить, переспросить хозяина. И именно это и доказывает мою правоту. Шанодер Минаерек, что человек, зарекшийся от овоща, асур бедлуим, ему будет запрещена тыква. О, как красиво. Раби Акива говорит, вот именно, говорит, обрати внимание. На тикву он побежит переспрашивать. А, например, если бы он нашел бобовые, он бы их просто не купил. Он бы сразу сказал, не, не, это точно не то, что говорил хозяин. Это я даже покупать не буду. А почему на тыкву он бежит спрашивать? Да потому что тыква все-таки тоже овощ. Часть овощей. Поэтому он пойдет уже заморочиться. Он говорит, смотрите, овощей на рынке нет, но есть тыква. Почему он пришел спросить? На бобы это, знаешь, такое, иди купи яйца. Он не побежит, но есть морковка. И нам нужно яйца купить. Он даже не пойдет переспрашивать. Но тыква он пойдет переспрашивать. Потому что тыква действительно близка. В этой ситуации, говорит, поэтому, именно поэтому, говорит Раби Акива, я говорю, что, несмотря на это, тыква, да, является овощем. Человек, зарекшийся от овоща, не сможет есть даже тыкву. Вы же понимаете, что все это примеры. То есть мы должны думать абстрактно. То есть мы должны переводить это все, транслировать на сегодняшние любые выражения. То есть даже то, что подпадает под сомнение, если бы ты послал человека, да, и он бы тебя переспросил, то есть заморочился бы этим, значит, это является частью того, зачем ты его послал. А мудрецы потратят это по-другому. Если человек приходит переспрашивать, значит, он понимает что-то, что-то другое. Но запрещено будет брать какой-то египетский влажный фасоль. Потому что еще влажная фасоль по-прежнему считается овощем. Она подпадает под ерек. Ему ее есть нельзя будет. Но будет разрешена уже сухая фасоль. Потому что сухая фасоль прямо, она уже, это называется, бобовые. Люди, когда говорят овощи, они, когда хотят сказать бобовые, они говорят бобовые. Когда хотят сказать злаки, говорят злаки. Овощи, они имеют в виду именно съедобные овощи. Окей, мы начали с вами новый перег. Работает была вторая мишна. Давайте скажем, Лейлу Нишмат. Сегодняшняя мишна была в возвышении души. Ребекка ба оzać на на Snyh. Авраам бен Йосефенулан мин Тамара. Авимарий onlar Spyro. Это Рав Davide влаэс. Это Равдавид Вайс. А также возвышение души София Бат-Исак, Ефим Мелев, Изи Бен Марк, Михаил Бен Изя, Целебат Гриша, Исаак Бен Зейд, Мордеха Бен Исраэль, Новид Бат-Исраэль, Нолдамин Тайло, Даниэль Менаха, Мендель Бен Хана, Фаина Бат-Исак, Лариса Бат-Авра, Михаил Бен Исак, Роза Бат-Моисей, Менухатам Беганеден. Всем шко, хорошего дня. Шко, спасибо большое. Хорошего дня и шаббат шалом. Теперь он точно будет хорошим. Шаббат, шалом и враг.